Дорогие друзья, здравствуйте! Довольно давно не виделись, как-то что-то с середины лета, а вот уже и осень у нас на дворе, впрочем осень это у нас в России, а, например, в Португалии, наверняка сейчас и от середины лета времени отличишь, почему заговорил о Португалии. Сегодня портал Preandru и компания Aberstar Real Estate проводят совместный вебинар, посвященный, ну, в первую очередь, недвижимости в этой замечательной стране, но, когда мы говорим о Португалии, последние пару лет уж точно вместе с недвижимостью всегда или почти всегда всплывает тема вида на жительство и сегодня мы как раз ее и будем обсуждать. В студии Preandru я, главный редактор портала, Филипп Березин, ну, а мой собеседник, руководитель компании Aberstar Real Estate, Олег Крейлян. Олег, приветствую тебя! Приветствую тебя, Фил. Добрый день всем, кто нас слушает, или доброго времени суток, как сейчас принято говорить на онлайн-конференциях, потому что никогда не знаешь, кто откуда нас смотрит, но это приятно в любом случае. Отлично. Друзья, как мы построим сегодня работу? Я тут традиционно сразу скажу, что по итогам нашего вебинара будет сделан материал. Сам вебинар можно будет посмотреть потом в записи на канале ютубовском Preandru. Более того, наш вебинар выходит в рамках целой недели в Португалии на Preandru. Ссылочку сейчас на эту неделю, на эту страницу этой недели, которую мы проводим совместно с компанией Aberstar Real Estate, мы сейчас в чате скинем. И в завершающей части сегодняшнего вебинара будут проанонсированы Олегом специальные предложения, которые сейчас актуальны для покупателей недвижимости, и для тех, кто хочет ВНЖ получить. И еще одно важное объявление, когда мы с Олегом тестировали техническую возможность организации вебинара, он сказал, что больше всего он любит вопросы, причем вопросы не мои, а вопросы ваши. И поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, самое время, вот прямо сейчас задавайте их, сколько нужно времени, на все ответим в чате, пожалуйста, пишите, будем рады быть полезными, тем более, что информации сегодня действительно много. Олег, все, прелюдию закончили, давай такой полувводный вопрос, вопросов ВНЖ мы тоже коснемся. Посмотрел специальную статистику, цифры за второе полугодие 2021 года, это последние данные, которые есть, по понятной причине. В Португалии относительно второго квартала 2020 года рост цен 8,5%. Понятно, это средняя температура по больнице, как эту историю ощущаешь ты? И вообще ощущается ли это? Ну, конечно, ощущается, безусловно. Но я могу сказать, что за весь прошлый год, 2020, цены в Португалии в среднем выросли на 5,9%. Но надо отметить, что есть определенная разница, да, вот даже среди больших городов. У нас, так же, как и у вас в России, принято называть Лиссабон и Порту столицей, северной столицей, прямо по аналогии с Москвой и Питером. И здесь должен сказать, что, несмотря на то, что, конечно же, большинство инвесторов рвутся в столицу, это нормально, я думаю, во всех государствах, не только в Португалии, но северная столица по темпам роста цен Лиссабон немножко обогнал. Потому что, если в Лиссабоне за прошлый год цены на жилую недвижимость выросли на 1,5%, то в Порту они выросли на 6,1%. Ощущается ли? Это в первую очередь объясняется тем, что в Порту больше вот эта маржа для того, чтобы цены росли. Потому что Лиссабон, как столица, с самого начала привлекала к себе большое внимание, и все ринулись туда. И когда мы говорим про Лиссабон, мы говорим про Большой Лиссабон, то есть включая такие популярные зоны, как Кашкай, Шестурил. И, собственно, когда мы говорим про Порту, мы тоже говорим про Большой Порту. То есть вместе с ближнележащими городами-сателлитами, это и Матузиниш, и Вилла Ново-Дегая. Но как это ощущается? Ну, это ощущается. То есть когда мы продаем там на начальной стадии строительства, чуть ли не там 50% всей недвижимости там за буквально несколько месяцев, и застройщик в срочном порядке высылает имейл, что стоп, 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 давайте все, цены актуализированы, они поднялись на 10%, и они все равно продаются. Ну, вот так это и ощущается, собственно говоря. То есть ты реально, условно говоря, в режиме реального времени меняешь прайсы и со стороны застройщиков, и со стороны продавцов. Ну, я не скажу, что это во всех случаях, да. То есть, понимаете, тут как бы зависит от застройщика тоже. Если у него, скажем так, все хорошо, он прямо не хочет терять деньги, он повысит цены обязательно, потому что этого требует рынок. А если ему все-таки важнее лучше продать все на начальной стадии строительства и потом спокойно достраивать вот это здание, то он цены менять не будет. У нас есть и такие случаи, и такие. Я не могу сказать, что это повально, но рост цен ощущается. И там, например, есть объекты, которые у нас, ну, даже давно висели, скажем так, в системе, там, полтора-два года, да. То есть сейчас спрос появился даже на них. Ну, при условии, что цены не поднялись, то есть мы продаем по ценам, которые были вот два года назад, они были завышены, прямо скажем, да. Сейчас они уже подошли к рыночным. То есть продается в буквальном смысле все. Наша команда работает, можно сказать, на 120% для того, чтобы постоянно находить какие-то новые объекты недвижимости, потому что спрос действительно очень высокий. Ну, смотри, мы сейчас перейдем к истории, связанной с видом на жительство и изменениям в программе, но перед тем, как ты напомнишь, собственно, базовые условия и что, собственно, будет происходить, из-за чего весь сыр-бор, вообще вот эти ценовые изменения. Последние полтора года мы живем вообще в не очень нормальной ситуации, нетипичной. Ну, в первую очередь, естественно, это связано с пандемией, с кризисом, с невозможностью перемещаться. Параллельно с этим есть история, связанная с португальской программой. Параллельно история с тем, что людям куда-то надо деньги прятать или переводить. Твое ощущение, вот этот рост цен португальский, он чем в первую очередь обусловлен? Ну, я, наверное, многих разочарую, но не думаю, что он связан с программой золотой визы. Может быть, связан в какой-то степени, на 5%, да, не более того. Мы на самом деле достаточно много продаем и не на золотую визу, и даже на местном рынке. Не все даже иностранцы, которые с нами покупают, покупают под золотую визу. Есть люди, которые покупают под инвестиции, потому что реально видят, что цены, во-первых, стабильно держатся, то есть они не падают в течение последних 8-10 лет. И, во-вторых, видно, что есть определенная динамика роста, спрос продолжает быть очень высоким, и у нас есть инвесторы и национальные, и за границей, которые инвестируют в недвижимость не под золотую визу, а, скажем так, на начальной стадии строительства, чтобы потом, ну, просто продать дороже, да. То есть это, в общем-то, достаточно популярный вид инвестиций у нас. Я приветствую, кстати, к нам сейчас присоединилась несколько минут назад большая группа наших зрителей, которые в Фейсбуке тоже смотрят нашу трансляцию. Еще раз для тех, кто не успел к ее началу, напоминаю, что мы беседуем сегодня с Олянем Райляном, руководителем компании Amberstar Real Estate, и свои вопросы вы можете задавать в чате, ну, или писать их в чате Фейсбука, мне их оперативно перешлют. Олег, ну, и теперь давай все-таки поговорим о неизбежном, а именно о том, что произойдет через 30 небольших месяцев, я сейчас включу презентацию. Итак, золотая виза Португалии и те изменения, которые нас ожидают. Давай, говори, а я тогда буду листать кадры. Если вдруг какие-то кадры нужно будет поменять, ты мне просто говори, и мы все это оперативно сделаем. Хорошо. Ну, если в двух словах, для тех, кто еще не знает, что такое программа золотая виза в Португалии, я думаю, таких на самом деле очень мало, но все же, программа золотая виза – это предоставление вида на жительство в Португалии на льготных условиях для инвесторов, которые вкладывают свои деньги в экономику страны, либо в недвижимость в Португалии, если очень коротко. Но, конечно, мы сейчас обсудим подробно, и какие правила работают сейчас до конца года, и как изменятся эти правила с начала следующего года. Значит, у вида на жительство в Португалии, у программы золотая виза, есть несколько таких моментов, которые отличают ее от остальных программ, которые есть в мире вообще. Выдается вид на жительство в Португалии, будем его называть золотая виза, потому что больше эта программа известна именно под этим именем. На два года первую карточку инвестор получает, и потом может продлевать каждые два года. Но обычно инвестор ставит перед собой цель два продления. Что это и почему? Через два года продлевается еще на два, то есть третий-четвертый год, и потом еще на два, пятый-шестой. Что происходит далее? Через пять лет владения в НЖ, и это очень важный момент, инвестор может попросить либо постоянный вид на жительство, либо гражданство. Пока у инвестора есть вид на жительство, то есть ему еще надо продлевать его на второй, на третий срок, он должен придерживаться некоторых правил. Во-первых, он должен сохранить инвестицию, это самое главное правило, и инвестор должен посещать Португалию каждые два года 14 дней. То есть можно один раз в два года приехать на 14 дней, можно два раза приехать по 7 дней и так далее и тому подобное. Через пять лет можно просить либо гражданство, либо постоянный вид на жительство. И в этот момент уже у инвестора появляется право продать недвижимость, в которую он инвестировал. И пройдя курсы португальского языка, надо сдать тест португальского языка уровня А2, это самый низкий языковой уровень, и можно поддаваться на гражданство или на постоянное вид на жительство. Даже при постоянном виде на жительство, не говоря уже о гражданстве, инвестор освобождает от всех его обязательств, то есть он может не посещать Португалию, вот все, эти 14 дней ушли в прошлое, конечно, он может здесь жить, да, это очень важно понимать. Даже с ВНЖ может там постоянно жить в Португалии. И не надо, соответственно, делать какие-то другие инвестиции. Это автоматический постоянный вид на жительство, который просто нужно продлевать каждые пять лет. Ну, с гражданством тут как бы еще проще. Я на всякий случай скажу такую довольно банальную вещь, но тем не менее она тоже, наверное, в текущих условиях может быть важна. То есть с ВНЖ в Португалии ты, ну, по крайней мере, последние полтора года, про ранний период я и не говорю, не был ограничен в перемещениях. То есть въезд в Португалию, выезд из России. Вот это важный момент, потому что вот эти 14 дней проблемы для тебя не будут, потому что ты в свободном перемещении, ну, в Евросоюзе во всяком случае. Да, абсолютно. Ну, если быть более точным, в странах зоны Шенген и плюс еще четыре страны Евросоюза, которые в Шенген не входят. Это, если я не ошибаюсь, Румыния, Балгария и Ирландия. А, окей, окей, да, да, да. Ну, то есть Шенген и страны, которые под Шенгеном назовем. Да, да. Ясно. Ну, давай теперь, собственно, поговорим о тех изменениях, которые произойдут и которые пока еще не произошли. Я тоже опять включу табличку, потому что здесь наглядность очень-очень важна. Ну, давайте вот сейчас, не переключай, Фил. Давай. Есть три основных момента. Значит, это прямые инвестиции, инвестиции в бизнес и инвестиции в недвижимость. Я бы хотел о каждом из этих моментов поговорить более подробно. Конечно, инвестиции в недвижимость – это, ну, издалека прям самый популярный вид инвестиций. Он дает намного больше гарантий и уверенности инвестору. Но есть и другие виды инвестиций, которыми издалека инвесторы пользуются, потому что у каждого свои потребности, у каждого свои задачи. Если говорить про прямые инвестиции, можно переключить. Дальше, давай, следующий. Вы все видели наглядно. Значит, сейчас, до 31 декабря, есть, значит, возможность сделать депозит в португальском банке на миллион евро. Я прямо скажу, это далеко не самый популярный вид инвестиций, хотя бы потому, что его не всегда правильно объясняют. То есть объясняют обычно тем, что положил миллион и заморозил. Процентов, естественно, нет никаких. Сейчас никто процентов в банке не выплачивает, во всяком случае, в Европе. Вот, и все, и заморозят. Процентов нет никаких, прости, я вот очень, у процентов нет никаких, не потому, что это такая программа, а потому, что в Европе сейчас... Да, отрицательные ставки. Отрицательные ставки, да. Но есть нюанс. Положи миллион на счет в банке, этот миллион можно, как у нас принято говорить, крутить. Можно покупать ту же недвижимость, например, там какой-то старый фонд, реставрировать и перепродавать, опять ложить деньги в банк или инвестировать в какой-то другой проект, как можно инвестировать в девелоперский проект. То есть это все дает право потом продлевать также в ВНЖ. Без проблем. Второй вид инвестиций – это 350 тысяч венчурные фонды. Но здесь нужно отметить, что венчурных фондов очень много, и каждый со своими условиями. Но есть некоторые факторы, несколько моментов, которые эти венчурные фонды объединяют. Значит, во-первых, я буду откровенно уже говорить, да, то есть ничего не скрываем. Венчурные фонды хвастаются тем, что вот если вы у нас инвестируете, то вы не платите налог на приобретение недвижимости, да, который платит любой человек, который покупает недвижимость, он платит налог за передачу этой недвижимости, за смену собственника. На самом деле это так да не так, потому что практически у всех венчурных фондов есть так называемый subscription fee. У кого-то это полтора процента, у кого-то это два с половиной, по-разному, но он есть, да. Далее, доходность, ну если вам венчурный фонд обещает высокую доходность, надо сразу насторожиться, это как минимум странно, то есть это будут какие-то рискованные инвестиции со стороны фонда, может пройти, а может и вообще не пройти. Прости, просто что я для себя понимал. Насколько я понимаю, венчурные инвестиции, они изначально предполагают довольно серьезную долю риска, то есть ты вкладываешь некие стартапы и в двух словах, что тоже, может быть, вы поняли или меня, вот португальский венчурный фонд, это просто какая-то компания, которая говорит, я работаю, условно говоря, вот там с машиностроением, там, не знаю, с программистами, с медицинским кластером. Нет, 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 компания это компания, это инвестиции в бизнес и мы-то не даем. Почему фонд это фонд? Ну, можно издалека сказать, что это работает, собственно говоря, как компания, да, можно, но фонды не вкладывают во что-то напрямую. Фонды для того, чтобы они подходили под золотую визу, вкладывают в компании. Да, я думаю. Но какие-то фонды вкладывают в компании, которые ориентируются на IT-рынок, какие-то фонды вкладывают в основном в компании, которые ориентируются, например, на покупку старого фонда, большие здания, их реабилитация, сдача в аренду, разные бывают инвестиции, большинство фондов, они, скажем так, инвестируют и туда, и туда, и есть государственная институция, CMVM, которая контролирует деятельность фондов, и, прямо скажем, это сильно снижает риск того, что инвестор может потерять деньги. Но большинство фондов не дают какой-то гарантированной доходности ежегодной. То есть они говорят между 2-4%. Теперь представим себе, что фонд брал определенное количество денег и инвестировал в какое-то старое здание, например, на реабилитацию. То есть в первые годы они будут делать проект, они будут делать реабилитационные работы, соответственно, доходности не будет. Да, потому что они будут... Еще раз хочу уточнить. Вот ты говоришь, когда там написал 24%, это 24%, которые они заявляют, что мы рассчитываем, что будет так. Да, да. Это ни в коей степени не гарантированный доход? Я знаю только один фонд с гарантированным доходом, где реальные цифры. И, кстати говоря, фонд этот отличается настолько от всех остальных, что тот же CMVM создает отдельную страницу. То есть есть страница, где есть список всех фондов, которые, на сути, похожи друг на друга, как под копирку. И это будет страница для вот этого фонда, где он будет там, ну, пока что один. Там нету subscription fee, то есть там четко 350 тысяч инвестор вкладывает. Там нету, например, как другие фонды, вернее, он есть менеджмент fee, да, но он выплачивается управляющей компанией, которая управляет фондом, он выплачивается ее инвестором, главным создателем фонда, да, то есть основателем фонда из прибыли фонда. А инвестору гарантирует ежегодный доход, который привязан к Euribor, да, то есть если мы говорим о инвестиции, мы говорим о инвестиции 8 лет, нельзя больше. Можно от 6 до 8 держать там деньги и получать первые 3 года по 2% годовых, 4, 5, 6 по 3% годовых. И если инвестор хочет остаться на 7-8, 3,5% годовых, плюс Euribor, который сейчас отрицателен. Пока он отрицателен, его не принимают во внимание. Если он повышается выше нуля, например, 0,5%, то это будет первые 3 года не 2%, а 2,5, да, то есть те, та ставка плюс 0,5%. Чем еще отличается это от остальных фондов? Если остальные фонды говорят так, как инвестор хочет знать, наверное, в первую очередь, а как я оттуда выйду? А как я смогу получить деньги обратно? Что ему говорят? Через какое-то время мы продадим наш фонд более крупному фонду. Если не получится, то мы продадим наши активы и вернем деньги инвесторам. Здесь, с другой стороны, мы говорим о фонде, который говорит, мы просто через 8 лет максимум возвращаем вам деньги в обязательном порядке. И даже если вы захотите, собственно говоря, продлить ваше участие в фонде, мы их вам возвращаем, а потом будем обсуждать новую инвестицию. То есть, вот в этом плане, казалось бы, фонды и фонды, но они отвечают. Окей. Это вот под таким правилом ты можешь осуществлять прямые инвестиции до 31 декабря. Теперь перелистой слайд и мы говорим, переносимся на 3,5 месяца вперед. Почти ничего не изменится. Вместо миллиона будет полтора. Ну, полтора, какая разница? Мелочь. Конечно, если кто-то хочет инвестировать в фонд, чтобы получать там 2-3 процента годовых, и в этом его основная цель, то можно и после 1 января. То есть, если смысл в том, чтобы получать эту прибыль, то можно и 500, даже в этом году можно 500 инвестировать. То есть, никто не говорит, что нельзя. Это минимум 350. Вот. А если цель в том, чтобы инвестицию сделать с целью получить золотую визу, то лучше, конечно, успеть до 31 декабря, потому что надо будет вложить 350, а не 500. То же самое и с депозитом в португальском банке. Окей. Ну, здесь более-менее понятно. Я чуть-чуть позже у тебя еще уточняющий вопрос задам. Давайте говорить про инвестиции в бизнес. Инвестиции в бизнес. Опять же, мы практически каждый тип инвестиций мы можем разделить на две части. Что касается инвестиций в бизнес, есть такая программа, где инвестор может создать на территории Португалии свою компанию и создать 10 рабочих методов, которые нужно удерживать в течение 5 лет. Ну, прямо скажем, это тип инвестиций для тех людей, которые, ну, хотя бы минимально знают страну, которые очень уверены в своей бизнес-идеи, потому что если через 3 года эту компанию придется закрыть, то, видно, жительство уже не продлят. Как бы это чревато. Так до гражданства мы никогда и не доберемся. Вот. Но если есть четкая идея ведения бизнеса и есть уверенность в какой-нибудь бизнес-идее, то, конечно, этой программой можно воспользоваться. То есть, когда создаешь 10 рабочих мест или больше, это минимум, и успешно работаешь на территории Португалии. Другой вид инвестиций, он, скажем так, я считаю, менее рискованный, потому что это инвестиция в уже существующую компанию, которую, естественно, можно проверить, посмотреть там финансовые отчеты и так далее и тому подобное. Что, в свою очередь, какие обязательства компания должна взять на себя? В первую очередь, на эти 350 тысяч повысить свой уставной капитал. То есть, если компания, ну, давайте вот разберем на примере моей компании, да. Ну, есть у нас, например, такой интерес, если инвестор инвестирует в нашу компанию 350 тысяч. Ты нас фил уже хорошо знаешь, уже не один год, да, мы растем, я еще не проводил точные подсчеты, но мы в этом году, наверное, на 10 тысяч процентов выросли. И при этом, скажем так, мы еще намерены развиваться и развиваться. То есть, открытие новых офисов, в том числе, входит в наш план. Допустим, инвестор инвестирует 350 тысяч, мы должны повысить свой уставной капитал на 350 тысяч. И тут разница с первым видом инвестиций в бизнес, мы должны создать, либо сохранить, кстати, неправильно здесь написано на картинке, создать, либо сохранить 5 рабочих мест и удерживать их в течение трех лет. А что сохранить? У вас в компании и так есть 5 человек, то есть вы никого уволить не должны при этом? Нет, да, да, то есть мы должны сохранить. У нас больше 5 рабочих мест, сейчас у нас 21 сотрудник, и некоторые работают у нас как частные предприниматели, но многие на контракте, да, то есть у нас больше 5 рабочих мест, мы их должны просто сохранить, как минимум 5. На каждого инвестора. Если входят 2 инвестора, то, соответственно, мы должны 10 рабочих мест создать, либо сохранить. Окей? И повысить свой уставной капитал. Давай я просто такой вот совсем-совсем наивный вопрос задам. Вот есть, слава богу, там 350 тысяч евро, знаю тебя, прихожу к тебе и говорю, Олег, хочу, ну, честно говоря, вот есть 350, я их тебе дам, но мне главная цель не то, чтобы тебе было хорошо, чтобы я RG получил. Да, именно так все и происходит. Во-первых, я сразу говорю, что касается моей компании, ну, кейсы есть разные, да, если мы говорим про нашу компанию, то инвестор не принимает участие в принятии решений в компании, то есть это остается нашим бизнесом, и почему? Потому что через 5-6 лет, скорее всего 6, мы обязуемся вернуть первоначальную инвестицию, и в течение этих 6 лет мы выплачиваем инвесторам по 4% годовых, вне зависимости от того, какие результаты показывает компания. Как вот чисто технически происходит по этой схеме дальнейшее общение между инвестором, вами и государством, с тем, чтобы государство поняло, да, этот человек действительно заплатил португальскую компанию, эта португальская компания выполнила свои обязательства, соответственно, ему можно давать вид на жизнь. Документально, конечно же, мы, когда инвестор вкладывает деньги в нашу компанию, по сути, он покупает квоту в компании, да, сейчас мне и супруге принадлежит 100% компании. Если заходит инвестор, да, он покупает определенный процент компании, допустим, 30%, да, потому что зависит от того, какой будет уставной капитал на тот момент, или там 49% за 350 тысяч. Это все фиксируется в национальном реестре коммерческом, да, далее, что мы сохраняем 5 рабочих мест, мы каждый месяц, когда оплачиваем зарплату, мы также оплачиваем социалку, и берется справка из органов социального страхования о том, за сколько человек каждый месяц мы платим, значит, соответственно, налоги. Поэтому это все контролируется, естественно, адвокаты, которые представляют нашего клиента, тоже имеют доступ к этой информации, и когда подаются документы на БНЖ, либо на продление БНЖ, заново, значит, берем эти документы и доказываем. То есть есть у нас эта информация в онлайн-доступе, то есть если сейчас вот я даю тебе определенный код, да, заходишь в интернет и смотришь, кто является учредителем, кому сколько принадлежит, кто имеет право на принятие решений и так далее и тому подобное. То есть это все очень официально. Друзья, я вижу вопросы, обязательно сейчас в самое ближайшее время на них ответим, просто завершим вот этот небольшой блок. Я правильно понимаю, что здесь основной риск, получается, ты должен, ну, довериться компании, которые, ну, во-первых, люди, чтобы были надежные, а во-вторых, чтобы они бизнесменами были хорошими, чтобы этот бизнес, ну, по-моему говоря, не разорился сам по себе. Ну, совершенно верно, конечно. Мы, конечно же, мы не выставляем на показ наши какие-то финансовые отчеты, да, но, само собой, если заходит инвестор, вплоть до личного знакомства с бухгалтером компании, мы предоставляем полностью всю документацию, сколько у нас продаж, какие зашли деньги, какие ушли и так далее и тому подобное. То есть это все легко проверить. Правильно ли я понимаю, что, в принципе, человек может найти там, ну, любую компанию, это может быть, не знаю, там, какой-нибудь кафе, это может быть… По сути, да, по сути, да, но хозяин этой компании, да, владелец этой компании должен согласиться, потому что, ну, да, многим, может быть, это интересно, но тут как бы все зависит от бизнес-плана, потому что нам интересно, почему. Мы уверены в своем росте, мы просто безумно уверены в своем росте, да, мы понимаем, что если мы сейчас берем деньги, мы будем выплачивать определенные дивиденды, и потом, через 6 лет, мы должны вернуть эти деньги, и мы должны понимать, в момент, когда мы принимаем нового инвестора, что будет происходить через 6 лет, когда мы его попросим, и так, чтобы остаться друзьями. Любой в Португалии скажет, вот, да, хочет вложить 350 тысяч в мою компанию, да, без проблем, но нужно проверять, вложить легко, потом надо же эти деньги обратно забрать. У нас есть другой кейс, да, мы не то, чтобы ограничены со своей компанией, у нас есть кейс, например, обувная фабрика, там вообще работает больше 40 сотрудников, да, у них есть бизнес-план на несколько лет вперед, те же 350 тысяч, они вообще предлагают 6% гарантированной доходности, и опять же, предлагают через 6 лет обратный выкуп, если у инвестора есть интерес. В нашем случае мы попросим, потому что у нас нет интереса, ну, может быть, через 6 лет мы договоримся продлить, если обоим сторонам это интересно, но мы пока на это не рассчитываем. Они рассчитывают на долгосрочные инвестиции, но согласны через 6 лет вернуть эти деньги и 6% годовых гарантированного дохода. Ну, вот, ну, разное, тут нужно анализировать каждую ситуацию в отдельности. Перед тем, как начать отвечать вот на первые вопросы, давай посмотрим, как вот эта часть программы, связанная с инвестициями в бизнес, меняется через 3,5 месяца. Да. Итак, мы говорили о том, еще разочек, для тех, кто только что подключился, с 1 января условия программы меняются. Вот, если мы говорим об инвестициях в бизнес, вот так было до 31 декабря, после 31 декабря будет чуть пыно. Олег? Олега сейчас, наверное, не видно, не слышно, несколько секунд, давайте посмотрим, чего к чему. Больше, как все было до недавнего времени хорошо. Если можно, кто-нибудь из коллег уточните, пожалуйста, Олега сейчас видно, слышно или просто он завис. А, вот все, разве есть? Все, Олег, был сбой. Говорим о правилах. Я вам писал, что картинка зависит. Значит, что меняется в 1 января? Ну, по созданию бизнеса не меняется ровным счетом ничего. Так же, как и в этом году, можно открыть компанию, создать 10 рабочих мест и вперед. Что касается инвестиций в компанию, то единственное, что меняется, это рост минимального бюджета для того, чтобы войти в программу, вместо 350 надо будет вложить 500. Вот было-стало, давайте сейчас посмотрю. Значит, еще раз, вот так было, вот так стало. Друзья, если кому-то интересно, я думаю, сейчас как раз самое время написать контакты компании Олега. Если какие-то деликатные вопросы, которые вы не хотели бы обсуждать здесь, вы захотите что-то спросить, я думаю, что это будет самое уместное, может быть, сделать по завершении эфира. Так, окей, давай сделаем сейчас так, ответим на несколько вопросов и перейдем к третьей части, которая, собственно, касается недвижимости, тем более, что вопросы, в общем, к недвижимости, вопросы как раз к схеме с недвижимостью и относятся в первую очередь. Итак, интересно, сколько процессов вы уже начали по этой программе, какой опыт? Давай так, отдельно за всю историю и отдельно за последний год, что у вас есть? Давай так, 2012-го, когда эту программу, значит, создали, придумали, мы не стали ориентироваться сразу, возможно, это была ошибкой, ну, как бы всему свое время, мы закрывали примерно одну золотую визу в год. Потом наступил 2020-й, но, как ни странно, это принесло нам достаточно большой успех по тем временам, ну, и в августе, вот как начался такой бум, в августе прошлого года, и мы с августа до конца года закрыли 12 процессов по золотым видам. В этом году, на сегодняшний день, 59. Ну, с ума сошли, вы закрываете, по-моему, и всего-то. За прошлый месяц мы подписали 14 контрактов, что является нашим абсолютным рекордом, во-первых, и что, по сути, 14 контрактов за месяц, это больше, чем те 12, которые мы сделали за последние 5 месяцев в прошлом году. Слушай, ну, на самом деле, по-моему, там всего-то в Португалии счет идет, ну, около тысячи, чуть больше тысячи в год. Ты имеешь в виду основных контрактов или контрактов заявителей и его семья? Нет, мы имеем в виду только основных инвесторов, да, то есть у кого-то там 4 члена семьи или 5, для нас это один клиент, остальные идут по соединению семьи. Слушай, а такой тогда, может быть, немножко наивный вопрос, ты говоришь, вы этим не занимались, потом начали заниматься, насколько, с точки зрения бизнеса это трудно, насколько вот для вас это процесс такой, с одной стороны новый, а с другой стороны вы так успешно в него... Если немножко, буквально немножко углубиться в историю компании, недалекую, да, мы говорим про июль 2019 года, когда, собственно говоря, знаешь, когда мы открылись в 2008 году, наша основная цель была продажа банковской недвижимости. Мы быстро, мы открылись буквально через пару-тройку месяцев, мы уже были одни из лидеров по продаже банковской недвижимости, и так несколько лет мы работали вот с такого типа недвижимостью, там, больше 90% из недвижимости, которую мы продавали, происходило от банков, ну, та самая конфискованная, то есть это был кризис 2008-2012 года. И, собственно говоря, так бы и продолжалось, наверное, до сих пор, если бы в банках была эта недвижимость, но она перестала там быть, то есть то, что продали, продали, банки перестали просто конфисковывать недвижимость, они начали договариваться, и этой недвижимости просто не стало. Появлялась одна квартира здесь, одна квартира там, то есть на этом бизнес особо не построен. И где-то несколько лет мы прям плыли вот так вот, где-то там, ну, в основном работали на национальном рынке, вот, и с португальцами, которые жили за рубежом, часто приезжают, там, португальцы, Швейцарии, Франции, Рексенбурга и так далее, и они тоже покупали здесь недвижимость, на исторической родине, можно сказать. Но в июле девятнадцатого года компания была не в самом лучшем состоянии, мы с супругой посоветовали, все решили, что все, мы выходим на международные рынки, тем более у нас огромное преимущество, мы говорим на разных языках, разных вообще, шесть языков на двоих. Вот, и мы сделали этот шаг, мы поехали на первые выставки свои международные в сентябре девятнадцатого года, то есть буквально через два месяца после принятия решения, причем мы сделали за три месяца пять. По сути, потратили, можно сказать, все деньги. У нас есть такой второй бизнес туристический, да, то есть некоторые инвесторы, которые покупают с нами недвижимость, они сдают нам эту недвижимость в аренду. Вот на тот момент у нас было одиннадцать юнитов, и июль-август, это, естественно, пора золотая, напомню, это был девятнадцатый год до ковида, да, и все, что мы заработали, мы, можно использовать слово, бухнули в этот наш новый проект. Мы очень в него верили. Я показал именно вот так. Очень уверили. Мы на пяти выставках ничего не продали, причем ноль вообще, не продали ничего. Закрыли очередную золотую визу, одну в октябре с американцами, которыми уже давно работали через партнеры, и потом наступил ковид. И тут мы еще ждали и ждали. И мы участвовали в первой онлайн-выставке недвижимости на МИКИФ в июне двадцатого года. И я даже не делаю этого секрета. Участие в выставке мы оплатили в первый день начала выставки. Вот. Нам пошли навстречу. И ничего. Ноль. Как мы пережили это время? Ну, у нас сплоченная команда. Я и супруга. А вам еще было подробно. В прошлом году мы закрыли три золотые визы. Мы думали, что лучше это просто невозможно. Но до конца года вместе вот с этими тремя мы закрыли 12. Ну, а в этом году, как я уже говорил, 59. Вот такой рост. В сентябре прошлого года у нас была одна сотрудница. Сейчас в 23. Да. Это уж прям взрывной-взрывной. Давай дальше я тебя поспрашиваю. Потому что мы с тобой... Я еще раз говорю, господа, на все вопросы ответим. Просто у нас с Олегом всегда очень интересно. Мы не первый вебинар вместе проводим. Мы всегда так говорим, будем идти строго по плану. Не, нифига строго по плану не получается. Но про недвижимость мы обязательно сейчас будем говорить. Дает ли ВНЖ право на работу в Португалии? Абсолютно да. Название... А, скажи-ка название венчурного фонда, о котором шла речь. Или тебе лучше по телефону позвонить? В личной беседе. В личной беседе? Я не имею права разглашать в прямом эфире. Но в личной беседе не только название, но и презентацию фонда, и все цифры. То есть это не то, чтобы секрет, но в прямом эфире название ни одного фонда я не могу. Окей. Рабочие места, о которых идет речь, они только для португальцев или можно своих рабочих привозить? Как вот вообще этот вопрос? Если рабочие имеют право на работу в Португалии, то есть либо рабочую визу какой-либо, либо видное жительство, то они считаются. Они не должны быть португальцами. У меня работают и португальцы тоже, но не все португальцы. У меня работают и граждане Украины, и там, и России, и Белоруссии, и Мозамбика, и Монголии. А в Мозамбике же как раз португальский язык основной, если я правильно говорю. Да, да. Да, девочки из Мозамбика у нас работает, она у нее, ну, как секретарь, она вносит недвижимость, которую агенты подписывают, она вносит ее в наш CRM и потом экспортирует на разные порталы по недвижимости. Окей. Окей. Подскажите, пожалуйста, вот мы уже, кстати, переходим с тобой к разным нюансам, но опять же уже в продолжении истории, связанной с недвижимостью. Есть ли возможность сейчас приехать в Португалию для просмотра недвижимости по инвестиционной программе в условиях пандемии? Выдают ли визы под эти цели, пускают ли в страну? Чуть позже мы хотели этого коснуться, но давай, это вопрос очень-очень важный. Да, вопрос актуальный. Вопрос актуальный. Ну, во-первых, португальское консульство сейчас выдает визы только для того, чтобы приехать на биометрию соискателем золотых виз. То есть, когда процесс утвержден, если у клиента нет шенген-виза действующей, он может обратиться в португальское консульство с письмом из миграционной службы о том, что его приглашают на биометрию, ему откроют краткосрочную визу на две недели, чтобы он на эту биометрию смог приехать. Все остальные визы, ну и D7 тоже делается, но это длинный процесс, и это совершенно не связано с золотыми визами. Поэтому к нам приезжают клиенты, но приезжают клиенты, у которых уже есть шенген. По туристическим целям приехать нельзя, поэтому адвокаты, которые с этим клиентом работают, в основном это адвокаты одна и та же контора, которую я, собственно говоря, и рекомендую, и которая со мной уже давно работает, они делают специальные приглашения, и пока всех пускали. Ну, есть определенный маршрут, как, например, прямой Москва-Лесабон, либо через Афину, если греческая виза. Ну, это не я придумал, на самом деле, это в интернете можно посмотреть. Да, но есть возможность, у нас постоянно в Португалии сейчас находятся 2-3 клиента, постоянно. Кто-то уезжает, кто-то приезжает. Смотри, вот до какой степени в процессе получения ВНЖ ты должен дойти, чтобы португальцы сказали, окей, этому человеку можно дать визу. То есть, ты уже должен купить какой-то документ, подать, на какой стадии все, ты въездной, что называется? Ну, дедлайном считается подача документов онлайн на золотую визу. Но для того, чтобы подать документы онлайн, нужно приобрести недвижимость, либо сделать инвестицию, да, и после этого подавать уже документы. И если документы поданы до 31 декабря, то они поданы по нынешним правилам, если с 1 января, то уже по следующим, по будущим. То есть, у меня должна быть куплена недвижимость, я должен оформить, еще находясь, ну, условно, в России, в Украине, не важно, определенный набор. Я его онлайн присылаю, проходит какая-то проверка, и после этой проверки, кто вы или государственные органы Португалии говорят, все, можете идти за... Государственные органы Португалии, а именно миграционная служба, высылает такое официальное письмо, что процесс по Филиппу Березину утвержден. Золотую визу... А, у меня есть, я через 2 секунды, ничего так. Вот, и, то есть, мы все можем сделать дистанционно, вплоть до биометрии. Когда процесс утвержден, ну, с момента подачи документов до утверждения процесса проходит около двух метров. Когда процесс утвержден, назначается биометрия. Сейчас нужно искать окна для того, чтобы записаться на биометрию, окна все закрыты, и, ну, по информации от моих адвокатов, окна начнут открывать 20 сентября, у нас уже целая, можно сказать, несколько, ну, целая группа клиентов, которые ждут открытия окон, назначается на определенные окна биометрия, и вот здесь уже инвестор и его соответствующая семья должны приехать для того, чтобы пройти процесс сбора биометрии. И вот здесь уже инвесторских данных на месте в Португалии. Скажи, пожалуйста, вот тот факт, что тебя вызвали в консульство, является уже почти стопроцентной гарантией того, что с ВНЖ у тебя все гладко и проблем не будет? Нет, никого не вызывать в консульство. Тот факт, что тебе разрешили въезжать. То есть, когда миграционная служба присылает письмо, что да, выдаем золотую визу, то это уже, по сути, окончательный ответ, и остальное все, ну, естественно, нужно приехать на биометрию, заплатить госпошлины, но, как бы, здесь уже все хорошо. То есть, 99% пути уже пройдено, условно говоря. Ну, по сути, да. Я вижу еще несколько вопросов, мы обязательно на них ответим. Давай вернемся все-таки к истории, связанной с недвижимостью. Итак, меняется программа, все-таки самые существенные изменения в ней с 1 января произойдут для тех, кто хочет получить ВНЖ через приобретение недвижимости. Это у нас следующий слайд, вот он. Ну, сейчас, тут если говорить о недвижимости, то, по сути, есть 4 программы такие основные, если их разбить на минимально необходимые суммы, которые нужно инвестировать. Во-первых, 500 тысяч, 500 тысяч – это программа, в которой нет никаких ограничений. То есть, на 500 тысяч можно купить любую абсолютно недвижимость, вплоть до участка земельного, например. Потом, есть 350 тысяч, да, это уже второй вариант. Опять же, здесь, по сравнению с 500, есть два ограничения. Первое – недвижимость должна находиться в зоне городской реабилитации. Если нет, то это должна быть недвижимость, которая больше 30 лет. И второе условие – должно быть два контракта. Один на покупку, другой на строительные работы. И в сумме они должны быть минимум 350 тысяч. Потом, да. Давай сразу, вот, ну, потому что сколько угодно можно говорить, и вот это, как раз, может быть, все знают, но никто не знает. Меня все время спрашивают, и я сам путаюсь в ответах. Недвижимость старше 30-ти, тут более-менее понятно. Это значит, она построена должна быть, вот, до строительства, там, до, в нашем случае, 1991 года. Что такое зона городской реабилитации? Все-таки, вот, простые зоны. Зона городской реабилитации есть в каждом муниципалитете. Это определенные ограниченные зоны, да, со своими, скажем так, границами, да, на карте. Ну, если мы говорим про Порту и Лиссабон, по сути, это весь, весь центр города. Вот. И если эта недвижимость находится в зоне городской реабилитации, это может быть даже новостройка, даже на начальной стадии строительства. Да, то есть клиент покупает на начальной стадии строительства квартиру за 350 тысяч, или две студии, например, по 175, тоже можно, да. Но мы делим эти суммы на покупку и на строительные работы, то есть мы делаем два контракта. Берем там 5-10% на строительные работы, у каждой компании строительство своя какая-то политика, и остальные на покупку, то есть регистрируются два контракта. Если недвижимость не находится в зоне городской реабилитации, то тут обязательно эта недвижимость должна иметь больше 30 лет. То есть лицензия на использование этой недвижимости должна быть выдана более 30 лет назад на сегодняшний день. Если вчера этому дому исполнилось 30 лет, можно подавать. Окей. И вот давай еще тогда про текущие варианты 280 зоны с низкой плотностью населения. 400 и 280 на самом деле это по сути то же самое, что и 500 и 350, но есть одно дополнительное условие. Недвижимость должна находиться в районе с низкой плотностью населения. Низкая плотность населения, это более-менее понятно. То есть это, ну давай так, малонаселенные, значит не самые популярные районы. Ошибаешься. В основном, да, в основном. Но, например, юг Португалии, он достаточно популярен, но весь юг Португалии это район с низкой плотностью населения. То есть домик у моря за 400 тысяч, не в зоне городской реабилитации, не в боже... В центре Алгарве нет. А? В центре Алгарве нет, это не работает. Весь Алгарве это район с низкой плотностью населения. Что только не узнаешь. Окей, хорошо. Скажи тогда, пожалуйста, значит, я еще раз смотрю вот эти цифры. С низкой плотностью населения более-менее понятно и особенно к тебе обратишься, ты скажешь, где Лиссабон не плотный, не низкая плотность, а вот какой-то кусок побережья плотный. Вопрос такой, все-таки, вот зоны городской реабилитации, опять же, вот по тому, что часто и в интернете пишут, зоны городской реабилитации, это места, ну, под этим словом можно подразумевать все, что угодно, не самые крутые. Но на самом деле выясняется, что нет, наоборот, это самая фишка. А в чем тогда был до настоящего времени интерес португальцев? Ведь казалось бы, что деньги хотят привлечь к тому, что требует развития. Да, да. Потому что центр городов лет 8 назад, 10, это был ужас. То есть это разрушенные здания старые, где кто-то, скажем так, прям, скажем, нечеловеческие условия заливали там какие-то старички. Вот, поэтому, когда приняли эту программу, в принципе, это дало, ну, не только это, есть еще определенные налоговые льготы тоже, там, НДС снижен с 23 до 6%, например, да. То есть правительство приняло некоторые меры для того, чтобы реабилитировать центральные части городов португальцев. Ну, в первую очередь, это коснулось Лиссабона и Порту, конечно, самые популярные, самые большие города в Португалии. Поэтому зоны городской реабилитации – это центр города, и это на самом деле самый лакомый кусочек. Окей, итак, давай смотреть. Значит, вот есть сейчас 500 тысяч, если ты инвестируешь 500 плюс, то вопросов вообще никаких. Это может быть любая бизнеса. Да, если ты инвестируешь в, то есть покупаешь объект в зоне городской реабилитации, то вот эта сумма, допустим, 350 тысяч, это может быть сумма на покупку и на проект ремонта, который ты должен уже оплатить. Да. То есть ты должен внести сумму больше, чем 350. А как они делятся? Не больше, нет, равную, либо больше. Равную или больше, ну да. А как уж они будут делиться между, собственно, ценой объекта и ценой, не принципиально. И плюс еще вот есть эта дополнительная история. Если ты покупаешь в не самых густонаселенных зонах, ну, по большому счету, за вычетом Лиссабону и Порту, я так понимаю, это относится, как ты сказал, практически ко всей. То есть, не только Лиссабон и Порту, практически вся территория между ними. А, ну, то есть, центр такой. А, ну, да, они тоже не входят в районы с низкой плотностью населения, конечно, да. Но можно сказать, что 4,5 территории Португалии входят в районы с низкой плотностью населения. И мы дальше у нас в презентации будут такие две карты, и там я более подробно объясню. Окей, давай, хорошо. Значит, идем тогда чуть дальше. Это вот до 31 декабря. Сейчас посмотрим, что будет с начала будущего года, а потом поговорим немножечко о датах, когда что заканчивается, когда что реально начинается. Итак, с 1 января новые правила. Да, коммерческая недвижимость. То есть, правильнее сказать, даже не желая недвижимости. Все остается по-прежнему. Тут просто. Ничего не меняется. То есть, отельные проекты, стрит-ритейл, ничего не меняется. Апартаменты, которые также имеют лицензию на предоставление услуг, в отличие от квартир, да, они тоже будут сохранены в программе. То есть, можно будет купить, например, апартаменты под туристическую дачу, даже в Порту, по программе 350, но апартаментов гораздо меньше, чем квартир с жилой лицензией. С лицензией, вернее, на постоянную лицензию. Ну, то есть, у этих апартаментов изначально должна быть коммерческая лицензия. Да. Когда объект строится, как правило, он сразу получает или не получает такую лицензию? Да, проект утверждается либо на жилые помещения, либо на нежилые помещения. То есть, мы с самого начала знаем, будет это подходить в следующем году под новые правила или не будет подходить. Я думаю, то, что произойдет, что, например, такие маленькие здания с утвержденным проектом на реновацию на жилые помещения, я думаю, что хозяева, ну, некоторые более сообразительные, они лучше потеряют 4-5-3-4 месяца на то, чтобы поменять лицензию с жилой на нежилую, чтобы эта недвижимость подходила под золотую визу. Но дело в том, что здесь никто не ориентируется на золотые визы, на самом деле, как ни странно. И я думаю, что мало кто это сделает, вот, если честно. То есть, я думаю, что этой недвижимости в следующем году будет гораздо меньше, которая будет подходить под золотую визу. Смотри, про коммерческую недвижимость у меня сейчас еще пара вопросов просто есть, я тебе их задам, но давай все-таки продолжим про... Значит, с коммерческой недвижимостью все понятно, а теперь с жилой. Ну, самое главное изменение, что касается жилой недвижимости, это то, что жилая недвижимость в Лиссабоне, в Порто, в большинстве прибрежных зон просто уходит из программы. Это не значит, что там какой-либо россиянин, казах или белорус, или украинец не смогут купить себе домик у моря. Они смогут, они просто не смогут податься на золотую визу с этой покупкой. Что касается того, что будет подходить 500 тысяч без ограничений во внутренних регионах Португалии, они немножко отличаются от районов с низкой плотностью населения, не в лучшую сторону. Но зато туда добавят Мадейру и Азорские острова, то есть, если интерес купить домик на Мадейле, то тут вообще без проблем, 500 тысяч без никаких ограничений. И останется 350 при тех же условиях, но, опять же, только внутренние районы Португалии, Азор и Мадейра. Тогда такой вопрос. Когда ты говоришь, правила меняются с 1 января, предположим, человек покупает недвижимость 15 ноября. Да. Все документы у него есть 15 ноября, покупает в Лиссабоне или в Порту, а решает заняться процессом всем в феврале будущего года? Нет. Есть такая возможность? Нет. Что он должен успеть тогда? Что нужно сделать до 1 января? Подать заявку онлайн. Адвокаты должны успеть подать заявку онлайн до 31 декабря. Так, этим понятно. Насколько, для того, чтобы адвокаты успели подать заявку, какие процедуры ты должен сделать, что ты должен предоставить адвокатам до 31 декабря? Ну, зависит от состава семьи. На самом деле, чем больше семья, тем больше документов надо подготовить. И здесь надо отметить, что все документы должны быть апостелированы. Ну, обычные документы, да? То есть те документы, которые должен подготовить сам инвестор и его семья. Естественно, загранпаспорта. Ну, тут как бы просто, достаточно просто иметь загранпаспорта, ничего апостелировать не надо. Потом, нужно иметь налоговые номера супругам на территории Португалии. Ну, это делают адвокаты заранее. Без них даже недвижимость, собственно говоря, не купишь. Вот. А оттуда, что нужно? Нужны справки о несудимости апостелированные на всех членов семьи, которым больше 16 лет. Нужны свидетельства о рождении детей, чтобы доказать, что инвестор является либо родителем, либо супругом родителя. Если это дети, например, от первого брака, которые хотят включить программу, мы говорим о детях несовершеннолетних до 18 лет, то нужно в нотариусе сделать, значит, разрешение от мамы, папы, соответственно, которые не подается, для того, чтобы ребенок получил золотую визу. Им нужно, опять же, апостелировать. Если включаем родителей, то нужно предоставить свидетельство о рождении инвестора, либо супруга супруги, чтобы показать, что это их родители. И если, например, это совершеннолетние дети, которые учатся в УЗИ, и надо доказать их, доказать то, что они находятся на издевении у инвестора. Соответственно, нужна справка с ВУЗа о том, что он там зачислен и считается уже на издевении. Если это родители, которым меньше 65 лет, надо доказать, что они находятся на издевении у инвестора, и нужно делать какие-то банковские переводы, показать, что они их содержат. Мы это все объясняем в частном порядке, как сделать, что сделать. Нужно, по сути, ничего такого. Это документы, которые максимум заметили, можно подготовить. Давай я задам тогда такой вопрос. Вот предположим, сейчас, когда еще время есть, ты сталкиваешься с человеком, который реально спешит, он хочет как можно скорее. Но он еще, скажем, примерно объект подобрал, но при этом он еще не начал процедуру покупки. Вот с этого момента, по твоему опыту, в самый короткий срок, за который у человека что-либо получалось сделать? В спокойной, условной ситуации. Смотри, я дам такой пример. Вот справки о несудимости. Они делаются месяцем. Потом еще пару недель, чтобы поставить опостиль. Почему так долго делать опостиль? Я говорю из опыта моих клиентов, но я не закончил. Но у меня есть клиенты, которые через 10 дней приносят справки уже с опостой. Как они это делают там на территории Федерации, вам, наверное, лучше знать. Но все зависит от того, насколько человек действительно хочет и насколько быстро он может эти документы подготовить. Самая быстрая история в твоей практике? Если документы уже готовы, человек звонит мне сегодня, через неделю подаем документы на БНЖ. Но, но, мы не дожидаемся открытия счета в банке. Либо клиент завтра приезжает, и мы открываем счет за два дня, и тогда это та же неделя. Либо оплата инвестиций идет через трассовый счет адвокатов. И это та же неделя. А счета онлайн открываются сейчас достаточно долго. Комплайнс банка перегружен, и больше двух месяцев уже даже длится открытие счета. То есть сейчас кто звонит нам, мы говорим, либо вы приезжаете, открываете счет, либо делаем дистанционно через трассовый счет адвокатов. Мы вам счет все равно открываем, все нормально, но когда будет открыт счет, у вас уже будут давно уже поданы, уже должно быть, будет уже и ответ положительный из СЕПа. 10 декабря 2021 года. 9 часов утра, телефонный звонок, Олег. Все, созрели. Здравствуйте. Заказываем чат. Заказываем чат. Нет, шучу. Вот что, вот 10 числа тебе звонит человек, ты ему сразу скажешь нет, или какие вопросы ты ему задашь, что ему быстро надо, чтобы понять, есть шанс. Справка о несудимости, в первую очередь. Окей, предположим, есть, и более того, с хорошим результатом. Через неделю подаем документ. За это время и купить можно, и подобрать, то есть как бы вот ключевой момент. Подобрать мы можем и за один день. Купить тоже не проблема, то есть если подобрали объект, но, подчеркиваю, через трастовый счет адвоката. То есть мы не успеем открыть счет, либо он завтра приезжает в Португалию, и мы открываем счет за два дня. Хорошо, следующий вопрос. Вот, очевидно, сейчас есть ажиотаж, ты сам об этом говоришь. Да, конечно. При том, что в общем значительную часть недвижимости ты можешь купить точно так же и после первого января под программу, но все равно ажиотаж определенно есть. Из-за этого ажиотажа происходит ли, на какой стадии происходит замедление процесса, и как это замедление может сказаться отрицательно на получение ВНЖ? То есть из-за чего я сейчас могу не успеть, потому что что-то делается дольше? Ну, как я уже сказал, из-за счета в банке, например. Только еще два. Но мы этот вопрос решаем. Все остальное быстро... То есть, окей, даже ничего уточнять не буду, все остальное быстро, это хорошо. Так, давай сейчас я посмотрю, во всем ли мы с тобой успели вот здесь сказать, и тогда мы сейчас перейдем к некоторому набору вопросов. Ну, это я уже говорил... Ну, это вот базовые, основные вещи. У нас сейчас по коммерческой недвижимости просто было несколько вопросов. Давай, знаешь, вот эту карту еще разучим. Да. И после этого зададим вопрос. Итак. Карта территории с низкой плотностью населения справа с желтеньким отмечена, а карта внутренних регионов Португалии слева отмечена зеленым и желтым. Значит, для чего мы будем использовать эти две карты с 1 января? Сейчас мы используем только карту справа. А с 1 января, если мы говорим о жилой недвижимости, мы смотрим на карту слева. Там, где серым, там вообще нельзя. А там, где зеленым и желтым, там можно либо 350, либо 500. Ну и плюс острова. Если мы говорим о коммерческой недвижимости, то мы смотрим на карту справа. Там, где желтым, действует программа 280 и 400. Там, где серым, действует программа 350, 500. То есть, 350 – это программа в зонах реабилитации? Да. А 500 – где угодно. Где угодно. Окей. То есть, принципиально понимать, что вот жилую недвижимость после 1 января можно будет покупать только в зеленой вот этой ситуации? В зеленой и желтой. В зеленой и желтой. А, да. Это тоже подходит, да. Все, понятно. 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 Я в конце уже чуть спрошу у тебя, ну, реально отдельно про Мадейру, про Азоры. Давай сейчас просто несколько вопросов и потом про объекты поговорим. Итак, какие тут у нас вопросы последних пришли. Вот про коммерческую недвижимость. Существуют ли какие-нибудь трудности и риски в приобретении коммерческой недвижимости, например, действующего кафе и ресторана с возможностью сдачи его в аренду? Насколько вообще это популярная история, что я куплю, а арендатор там уже есть? Если я правильно понял вопрос. Если нет, пожалуйста, уточните. Насколько вообще популярная история? Ну, смотри, да, я не могу сказать, что очень популярная, но это возможно. Это уже, мы уже проводили такие сделки. Ну, особых рисков дополнительных каких-то я не вижу. Естественно, проверяет арендатор. Вы это делаете и насколько это... Это делает адвокатская контория. Делают тюристы. Мы риэлторы все-таки. То есть, да, мы, конечно же, работаем в команде, но каждый занимается своим делом. Прошу прощения, у нас небольшие помехи есть со связью, но думаю, что ничего, в целом все нормально. Дальше. Есть разделение на жилую и коммерческую недвижимость. Нужно ли при необходимости делать официальный перевод? Вопрос такой. И продается ли земля иностранца под застройку? Так, ну, продается ли? Продается земля иностранца под застройку, здесь нет никаких ограничений. А что значит официальный перевод? Вот уточните, пожалуйста, Илона, что имеется в виду, мы обязательно на ваш вопрос ответим. Окей, сейчас Илон уточнит, и мы скажем. Да. Провокационный вопрос. Обладеете ли вы информацией о новостройках в зоне городской реабилитации? Возможно, в личной беседе? Скажи нет. Вот это будет... Самое большое количество золотых виз, которые мы на самом деле делаем, это как раз в новостройках в зоне городской реабилитации. Поэтому я скажу, более чем владеет. Я правильно понял, услышал тебя, что подавляющее большинство золотых виз, которые вы делали, вы делали не за 500 плюс, а за меньшее? Да. Самая популярная программа – это 350 тысяч. И как раз в новостройках на начальной стадии строительства, либо на середине. Слушай, а в этом, кстати, вы не очень типичные ребята, потому что я читал отчет, что подавляющее большинство золотых виз, может быть, просто не россиянам, не русскоязычным гражданам, открывается все-таки за 500 плюс. Или это просто наши ребята так больше любят такие услуги? Мы вообще, ребята, нестандартные, Фил. Мы любим копать, копать глубоко. На самом деле, даже я признаюсь, что до определенного мнения, то есть когда я сделал только первые золотые визы несколько лет назад, еще, я даже думал, что вообще все знали только про 500, про 350 никто не знал. То есть никто не делал. И почему я работаю с нынешними адвокатами? Потому что действительно реальные профессионалы, и они, можно сказать, открыли глаза, что да, вот смотри, еще можно так сделать, еще можно так. Сейчас, конечно, я со многими адвокатами в Португалии могу поспорить на эту тему, и, по сути, я спор выигрываю, но я решил, что с ними расставаться нельзя, слишком уже они много чего знают. И ко мне обращаются иногда другие риэлторы, у которых есть клиент на 350, они ему продали недвижимость, и спрашивают, можно мы воспользуемся услугами твоего адвоката, потому что наш адвокат это сделать не может. Не знает как. Это немножко сложнее процесс на 350, чем на 500. Но он сложнее в плане, не для клиентов сложнее. Он сложнее. В переговорах с властями? А? В переговорах с властями? Нет, нет, правильно составлены и контракты, например, на строительные работы. Вот Илону уточнение прислала. Я буду. Ее интересует вопрос из коммерческой, перевод из коммерческих жуни на оборот. Несколько слов. Это возможно, но должно быть утверждено муниципалитетом. Не так все просто. Не так все просто. Некоторые разрешают, но тут нужно проводить анализ. Если это, например, офисное здание, и один из офиса вы хотите перевезти на жилую недвижимость, то, скорее всего, откажет. Как и наоборот. Если мы говорим о целом здании, офисном, оно там в запущенном состоянии, да, инвестор покупает это здание, хочет сделать там проект, например, квартир, то здесь, да, здесь вероятность высока, что разрешат. Но это рассматривается отдельно, в отдельности каждый случай. Слушай, а такая еще история. А возможно ли купить сейчас квартиру, из Фейсбука похожий вопрос мне сейчас пришел, возможно ли купить квартиру в Лиссабоне или в Порту сейчас, ну или какой-то объект, который сейчас жилой, через полгода перевести его, сделать его коммерческим и подать на ВНЖ на основании того, что у тебя коммерческая недвижимость в Лиссабоне и Порту стоимостью, ну там, уже 500 плюс. Или это же химико не может? Но я не советую, потому что муниципалитет может отказать, это несет большие риски, что не разрешат перевести его. Что невозможно, но это такая теория. Но даже если это будет возможно, то теоретически так сделать можно. Теоретически сделать можно. Но это большая заморочка. Это кому-то очень захотелось усложнить себе жизнь. Окей. Вопрос. Квартиру под ВНЖ можно ведь сдавать в аренду? Есть ли какие-то сложности с этим? И на какой доход сейчас реально рассчитываете? Что с налогами? Как это вообще вопрос решается? Ну, любую недвижимость можно сдавать в аренду. Коммерческую, некоммерческую, под ВНЖ, не под ВНЖ. У нас. То есть ты что-то купил, а никто не обязует тебя жить в этом месте? Нет, нет, нет. Более того, у нас инвесторы вообще не живут здесь, в стране. Они покупают на инвестицию, чтобы получить золотую визу. Но я говорю про клиентов, которые хотят получить золотую визу, естественно. Им можно сдавать без никаких ограничений в аренду. По доходности тут как бы зависит. До COVID-19 можно было рассчитывать, обычную квартиру сдавать в аренду, можно было рассчитывать на 5-6% годовых. Чистыми? Нет. До уплаты налогом? Нет, в Европе не говорят чистыми никогда. До уплаты налога. До уплаты налога. То есть, от этого есть 4.4. Да. Но мы говорим грязными. Если сейчас, это будет 4-4.5. Но надо понимать, что эти 4-4.5, то есть, повезет, если арендатор возьмет в аренду квартиру и будет там жить 5 лет. И вообще у инвестора голова не болит, только получает деньги на счет. Но так происходит не очень часто. Поэтому нужно рассчитывать на то, что там будет жить какая-то семья год, может быть, два. Потом они уйдут, потому что они там взяли ипотеку или просто переехали. И надо будет искать другого арендатора еще месяц-два. Это все влияет на доходы. Правильно? Мы, у нас есть такая форма работы. Мы берем в аренду на 5 лет с гарантированными 3% годовых, но мы там 5 лет. С правом на субаренду. То есть, мы перездаем, соответственно, уже посуточно туристам и полностью занимаемся менеджментом вот этих вот объектов недвижимости. Окей. Еще уточняющий вопрос от лозы. При покупке здания земля под ним тоже продается или земля на других условиях аренды, например? Тоже. Так, против. Окей. На фонусе покупается владельца недвижимостью от земли и до последнего этажа. Есть еще там вопросы, тоже продолжают поступать. Я сейчас, давай все-таки мы с тобой коснемся нескольких вопросов, уже конкретных примеров. И потом мы с тобой вернемся, потому что у нас, по-моему, сейчас пошли примеры. Ну, преимущество золотой визы в Португалии, это мы... Мы говорим, что Португалия безопасна, это прекрасно. Давай сразу, вот пошла красота. Да. Причем красота в прямом смысле этого слова. Я подобрал несколько объектов совершенно разных, чтобы показать разные возможности, как можно заработать на недвижимости в Португалии. Где-то больше, где-то меньше. Кому-то нужно более стабильно, кому-то нужно просто больше. Поэтому думаю, что смогу удовлетворить вкусы разных инвесторов. Первый объект это Bijou Palace. Это историческое здание в центре Порту. Буквально в 600 метрах от главной площади Порту. Здание, как вы видите на картинке, уже есть. Оно прям очень красивое. Там и даже статуи на стенах. То есть это здание, что с ним происходит? Сейчас оно заброшено. Полностью утвержден проект по реновации этого здания. Уже начались продажи и в очень скором времени начнутся уже строительные работы. Буквально, может быть, даже еще в этом месяце. Здесь есть больше двух десятков квартир. Два коммерческих помещения. И так как здание находится в зоне городской реабилитации, да к тому же ему еще и больше 30 лет, то есть он практически по всем статьям подходит под золотую визу 350 тысяч. Более того, мы уже продали там первые три единицы, потому что мы только-только недавно это начали продавать. И там еще заканчивали процесс по оформлению документов. То есть мы начали продавать в июне, но вот только буквально даже во вторник уже будут все документы готовы. Это жилой или коммерческий объект? Больше двух десятков квартир жилых. Это жилье? То есть ты понимаешь, что это как жилье? И два коммерческих, да. То есть это до конца года подходит под золотой визу. А вот скажи, у тебя одна бессонна цена 200-1 миллион 240. 200 – это стоимость квартиры? Ты же не вещество здания покупаешь? Как вы еще думаете? Да-да, это стоимость квартиры. Это стоимость квартиры. А стоимость ремонта? Да, эти 200 на самом деле, кстати, мы за 200 уже продали даже сейчас, делятся примерно, вот в данном конкретном случае, примерно 20% на строительные работы и 80% на покупку. То есть сам контракт на куплю-продажу будет оформлен примерно за 160 тысяч, а на строительные работы где-то за 40 тысяч. А, ну то есть вот те цифры, которые, ну, здесь вот две цифры указаны, это цифры, а вот эти цены. Чтобы дойти до 350, в данном случае конкретно наш инвестор, который приобрел эту квартиру, он купил еще одну квартиру за 160, в другом здании, уже законченную, да, где, опять же, там 155 будет на покупку, 5 тысяч на строительные работы. Как будет происходить процесс реновации в случае такого объекта, когда он начнется и когда он закончится? Когда, собственно, начнется? Начнется он вот на днях, а закончится через два года. И, как бы, тут, ну, строить будет достаточно известная компания, большая, то есть это будет хорошее качество. В чем привлекательность коммерческая вот этого объекта? Ну, мы сейчас, в зависимости от расположения квартир, некоторые выходят окнами на внутренний двор, некоторые на улицу, поэтому есть большая разница за квадратный метр, между там 3,700 за квадратный метр и 5,300, грубо говоря. Но при, то есть в то время, когда это здание будет готово, можно, ну, с определенной уверенностью сказать, что продавать можно будет процентов на 25 дорожек. То есть на перепродаже инвесторы точно выиграют. Как я уже говорил, мы продали 3 юнита, 2 на золотую визу, а один местному инвестору, который вот как раз на это и нацелился, что он купил по такой цене, а практически без того, чтобы прикладывать какие-то определенные усилия, можно будет процентов 25, ну, с большой долей вероятности сказать, что он заработается. Ну, выражаясь фонетикой Виталия Матко, in the heart of Porto City. Хорошо, окей, поехали дальше. Уходим из сердца города Порто. Да. Спадель Волгарвия. Кстати, мы с тобой говорили про него, как там вообще у него будут дела. И если я правильно понимаю, вот это как раз чистая история коммерческая. Да, это чисто коммерческая история. Он подходит под золотую визу, вернее, будет подходить и в следующем году, но вчера мы послали предложение уже нашего клиента. Было 9 мест еще для 9-летних инвесторов, осталось 8. Просто до следующего года не останется свободных номеров. Вернее, они останутся, причем даже останется 51%, но компания-застройщик продает только 49% недвижимости и оставляет себе 51%. Поэтому не будут прозваны все номера. Здесь этот объект подходит прежде всего тем инвесторам, которые рассчитывают, во-первых, на высокую доходность годовую, по европейским меркам. То есть мы говорим от 7% годовых. От 7. А во-вторых, рассчитывают не на 5-6 лет, пока там будет золотая виза у них и прочее, а рассчитывают на долгосрочную какую-то перспективу. То есть контракт с инвестором здесь заключается на 30 лет с гарантированными от 7% годовых. Но если ты хочешь, условно говоря, продать, то через 7 лет ты кому-то можешь. А какие условия там? Более того, можно не просто продать. На самом деле, есть период, то есть через 5 лет после ввода в эксплуатацию, а ввода в эксплуатацию будет в октябре 23-го года, то есть через 2 года, и в течение, через 5 лет после этого момента, и в течение 2-х лет, если инвестор изъявляет желание продать по той же цене, по которой купил обратную застройщику, застройщик по контракту обязан его эти номера выкупить. Можно ли продать дороже? Можно. Но надо ставить безвестность застройщика, потому что у них, как у арендаторов, есть первоочередное право выкупа. То есть купили, например, сейчас на одного инвестора минимальный кейс составляет 418 тысяч евро. То есть это 2 номера. И за 169 уже нет, есть за 179 и за 239, и это будет 418 тысяч. Мы здесь сделали, провернули такую сделку, могу с гордостью сказать, мы единственные в Португалии, которые сделали. У нас было 3 инвестора, 2 друга и старшая дочь одного из друзей, уже со своей семьей. мы им посоветовали купить по одному номеру в отеле и потом купить один номер на троих. Значит, у них инвестиция вышла под 285 тысяч 333 евро. Дело в том, что так как это находится в Болгарве, а это район с низкой плотностью населения, и зданию больше 30 лет, это подходит под золотую визу 280 тысяч. На что застройщик сказал, что вы делаете, а вдруг им откажут, мы вообще сами не уверены, что такое возможно. посоветовался с адвокатами, они сказали, 100% мы даем гарантию. И тогда я уже включил на пятую, поговорил с инвесторами, им эта история понравилась, и могу сказать, что буквально в начале сентября эти все три процесса были одобрены. Может, еще один уточняющий тогда вопрос, то есть, чтобы тоже было понимание, сдан объект, не сдан, не столь принципиально. Принципиально, что вы подарили, не подарили, неудачный здесь совсем глагол, вы просто уже заплатили за недвижимость, которая... Это не принципиально с точки зрения получения золотой вида. С точки зрения инвестиций, это очень принципиально. С точки зрения инвестиций вы два года не получите, вы начнете это получать после 23-го года, 23-24-го. На первом этапе даже могу сказать, что застройщик предлагал по 3% годовых до того, как отель сдастся в эксплуатацию. То есть, первые инвесторы имели даже еще большее преимущество, чем те, которые заходят сейчас, но мы говорим про сейчас. Сейчас это 7% с момента сдачи в эксплуатацию, а именно с октября 23-го года. У меня часто звучит вопрос, а что если опознает на пару-тройку, если опоздают, они все равно должны выплатить проценты за этот период с октября по конец 23-го года, потому что это написано в контракте. И как плюшка в этом проекте у инвестора будет, ну, после, естественно, сдачи в эксплуатацию, будет 15 дней в году, когда он сможет приезжать с семьей и отдыхать в этом отеле бесплатно. Ну, то есть как раз те 15 дней, которые он может провести в Португалии, должен провести в Португалии? Нет, нет, не те 15 дней, потому что мы говорим здесь про 15 дней в году, а в законе написано, нужно приезжать 14 дней каждые два года. А каждые два года? Раз в году, например, один раз приехал с семьей, второй раз подарил лучшему другу. И он тоже приехал, это хорошо. Камни и море прилагаются. Окей, смотрим дальше. Лакшери. Да. Это отель в исторической части Лиссабона на берегу реки Тежу, всемирно известный бренд Хаят. Здесь у нас уже остались апартаменты от 850 тысяч. И тут уже строительство в завершающей стадии. Соответственно, кто сейчас заходит, уже очень скоро начнет получать 3% годовых гарантированных в течение 10 лет. Либо 5% гарантированных в течение 5. Тут как бы инвестор имеет право выбора. Да. Что касается последних этих двух объектов, и в Лагуши, и в Хаяте, есть одно большое преимущество. Если жилая недвижимость уходит из золотой визы, то отельная остается. То есть вероятность того, что они смогут это перепродать даже не просто застройщику по той же цене. В Хаяте даже нет этой опции, есть только в Лагуши. Но вероятность того, что они смогут продать другому инвестору, соискателю из золотой визы, золотой визы, очень высока. Потому что конкуренции со стороны жилой недвижимости просто не будет. В этих местах, во всяком случае. В лучших районах. У инвесторов с 1 января какой выбор? Либо в коммерческую, либо в жилую, но где-нибудь, чтобы птички пели. Чтобы птички пели, это очень хорошо. Многим понравится. Смотрим дальше. Дальше. Совершенно другой вид инвестиций. Как я говорил, я подобрал разные. Что у нас тут есть? У нас тут есть небольшое здание, нет обратных. А, уже разные уже, да? Я просто смотрю по два кадра. Здесь все очень предельно просто. Небольшое здание при городе Порту Матузини в зоне городской реабилитации. Это объект, где утвержден проект на строительство семи квартир. И тут собственно говоря мы посчитали доходность если купить, сделать и продать 52%. То есть это такой, скажем так, такая жемчужинка у нас. Уже приезжали клиенты на прошлых выходных россияне из Испании. Очень заинтересовались. Мы сегодня буквально я не пришлю уже подробный проект. Но не могу об этом не рассказать. То есть здесь есть возможность сделать такой свой маленький девелоперский бизнес, где можно очень неплохо заработать. Стоит это 375. Параллельно можно получить еще и золотую визу. Можно потерять 4 месяца, например. И вот здесь, да, можно переделать проект из жилого в оказание услуг и сделать вместо квартир апартаменты. И эти апартаменты в следующем году уже продавать под золотую визу. Просто говоря, это вообще отличная идея. Прости, вот такой момент. Я купил, вложил деньги, я же должен эту недвижимость хранить, быть собственником ее. А я начал ее распродавать. Тогда я выскочу из программы. Да, это больше для инвесторов, нежели для соискателей золотых виз. Но это связано с золотыми визами. Дам другой пример. Вот ты, например, хочешь сделать золотую визу. Купил это здание, идет где-то год на то, чтобы сделать полностью эту реабилитацию. Поменяем, значит, на жилое на коммерческую. В течение нескольких лет можно сдавать это тем же туристам. А потом, как готовый бизнес, либо поштучно, либо все вместе, когда уже не надо будет, можно продавать соискателям золотых виз. Ну, условно говоря, вот этот пример, если ты говоришь о быстрой продаже, тогда купил что-то не под золотую визу. А если под золотую визу? Окей, в двух словах, просто район этот по фотографии не очень понятно. Ты сказал, что это туристическое место? Это не только туристическое место, 600 метров от пляжа, одно из самых популярных в Большом Порту, где собирается много любителей серфинга. Это самое известное место в Большом Порту рыбных ресторанов. Туда приезжают не только со многих районов Португалии, Дани, но и соседней Испании тоже, и французы, чтобы поесть рыбы именно в этом месте. Поэтому место очень популярное, улица очень интересная, там едет только метро и широкие тротуары для прогулок, то есть метро буквально на этой же улице, в плане транспорта никаких проблем, можно добраться до любой точки Порту или Билла Ново-Дегая или туда дальше на север. Поэтому место реально очень интересно. Окей, давай еще момент, я не могу сказать. Если делать золотой визу через инвестицию в миллион в банк в этом году и часть этого миллиона потратить на то, чтобы купить это здание, сделать реновацию, продать квартиры и положить опять деньги на счет, то это можно сделать. Более того. У тебя такой вопрос банка, ты миллион должен постоянно иметь на счету? Да, считается сумма между тем, что на счету и недвижимостью, которую купили. То есть, он купил недвижимость, потратил на строительные работы, то есть, это все, плюс то, что осталось на счету, это все считается на миллион. Более того, у нас на той же улице есть еще один проект, очень похожий, он стоит 500 тысяч, но там 10 квартир и комическое помещение, и, собственно говоря, можно 20 раз за миллион реабилитировать. У нас, ребят, остался еще один объект, и плюс еще несколько вопросов, а тех, кто уже заинтересовался рыбными ресторанами, я для них прошу контакты Олега тоже сюда написать, еще разочек в наш чат, потому что про рыбу надо всегда говорить отдельно. Так, значит, с рыбными ресторанами разобрались, давай дальше, это у нас, и опять мы в Волгарве, недавно тут уже были. Опять мы в Волгарве, и это комплекс, который будет соответствовать пятизвездочной гостинице, в том числе там будет и пятизвездочная гостиница, но здесь продаем апартаменты, почему у нас так много сейчас стало таких вот проектов, по очень простой причине, потому что мы готовимся к следующему году, вот такая вот недвижимость, она будет подходить и в этом году, и в следующем, если вы хотите купить и здесь, здесь 5% процентов гарантированного дохода, если вы хотите купить и здесь, купить здесь, то, ну, в кавычках, можно не спешить, да, единственный риск в том, что они закончатся и распродадутся очень быстро. Я думаю, что то, что не продаться до конца года, к началу следующего года, такие проекты уже, в общем-то, на них уже рассчитывать можно будет нельзя, и надо будет искать что-то новое всегда, мы постоянно что-то новое ищем, мы здесь находимся на месте, нам в этом равных нет. Окей, дорогие друзья, мы еще сейчас минут там 5-10 сколько потребуется пообщаемся, поотвечаем на вопросы, поэтому любые вопросы о лего, о жизни, о быте, о работе в Португалии, о недвижимости, пожалуйста, задавайте сейчас самое время, нужно ли в Португалии иностранцам подтверждать источник денег при покупке недвижимости, и насколько вообще это жесткий процесс, и насколько люди во время этого процесса имеют проблемы? Нужно, и ни с одним клиентом у меня в этом плане проблем не возникало. Я недавно, вот в августе, буквально в середине августа, я ездил на конференцию на Кипре, и очень много местных компаний подходили к нашему столику, и мы общались, и я понял, что у нас рай на земле в комплайнсе. В этом вопросе, да? Я раньше критиковал, я перестал этим заниматься последние три недели, потому что у нас намного круче, намного свободнее, намного проще. Это не значит, что не надо подтверждать, но это достаточно просто, если деньги вообще не левые-левые, да? То есть здесь подходит очень много разных, и там и два НДФЛ можно предоставить, и подтверждение, что получил дивиденды, и наследство, и продал квартиру в Москве пять лет назад, там, или где-то еще. То есть по-разному, по-разному. Вопрос, ну, как ты оцениваешь рынок? Много ли листов, специалистов в Португалии способны оформить вообще вот весь этот процесс, о котором ты говорил? Ты сказал, что ты вот работаешь с адвокатом. Как ты вообще оцениваешь этот рынок? И, ну, такой вопрос, как выбрать компанию, с которой работать? Немножко, наверное, некорректный вопрос, учитывая, что ты компания, с которой как раз можно работать, да? То есть, как раз об этом говорим, но тем не менее, как бы ты давал универсальный совет? Ну, вы знаете, здесь, конечно, вопрос такой немножко литерический. На самом деле, надо обращать внимание, наверное, на опыт, да, потому что иногда клиенты просят, ну, особенно клиенты, которые говорят на английском, и даже которые не говорят. В этом плане нам перевести разговор тоже не проблема. Там видеоконференции, например, организовать с клиентом, чтобы они пообщались как-то напрямую с адвокатом. По сути, знаете, я не буду сейчас рассказывать имену, у меня был вот недавно случай, дал партнер, один из партнеров сказал, ну, хорошо, да, вот твои адвокаты, ну, не твои адвокаты, адвокат, с которыми ты работаешь, говорит, все здорово, мы понимаем, они не профессионалы, но мы хотели бы найти кого-нибудь подешевле. Ну, тут, как бы, без проблем. Через неделю мы уже работали с теми же самыми адвокатами, потому что сам глава компании сказал, я задал пару вопросов. Скажи, пожалуйста, как можно оценить при покупке объекта, скажем, за 500 тысяч евро, те услуги, те расходы, которые потребуются на адвоката, вот, именно вот эту часть? Ну, я могу... Зависят ли они от стоимости объекта, который ты покупаешь? Нет, услуги адвокатов не зависят от стоимости объектов, но они зависят от состава семьи. Я могу вас учить просто цены на адвокатов, которые работают с нами, это 7,5 тысяч евро за главного инвестора и под 2,5 тысяч евро за каждого дополнительного члена семьи. Но следует отметить два важных фактора. Во-первых, это цена за весь процесс, да, потому что очень часто ко мне приходят люди и говорят, да мне сделали в два раза, там, не в два раза, там, на 20% дешевле. Когда начинаем разбираться, это на 20% дешевле только работа за первый год. Мы говорим за 5 лет, то есть сюда входит сделать налоговые нормы, открыть счет в банке, сопровождение по процессу купли-продажи, подача на ВНЖ, первое продление, второе продление. Соответственно, эта сумма, ну, давайте посчитаем, обычная семья, это мама, папа, двое детей, это будет 15 тысяч евро. То есть 7,5, 2,5, 2,5, 2,5. 15 тысяч. Эти 15 тысяч делятся на 5 траншей по 3 тысячи евро. Первый транш оплачивается при подписании контракта, второй транш после покупки недвижимости, третий транш после получения карточки ВНЖ, уже золотой вид самой, четвертый транш по факту после первого продления через два года, и пятый транш через еще два года после второго продления. Вот это важно все учитывать. И, по сути, когда мы начинаем разбираться, они не только профессионалы, но их еще и недорогие. Олег, ну и давай, просто подводя некий итог, я задам еще три довольно с одной стороны общих вопроса, и как бы я уже отвечал, но мне кажется, такой вывод, который полезно всем сделать. Итак, 31 декабря программа португальская золотая виза меняется, она не исчезает, но она меняется. Что нужно, как нужно действовать сейчас, чтобы успеть получить ВНЖ по старым правилам, что нужно успеть сделать до 31 декабря? Ну, во-первых, нужно как минимум войти с нами в контакт. И, по сути, тут самый такой главный камень преткновения это справки о несудимости, которые желательно заказать заранее, потому что они действительны только в течение трех месяцев на территории Португалии. То есть, если кто-то сейчас спокойно сидит себе на диване и думает, да, у меня уже полгода назад я сделал, как бы, там я постель есть и все, это не пройдет. они должны быть сделаны не более чем три месяца назад. Вот. А так, в принципе, процесс достаточно быстрый и главное войти с нами в контакт, четко определиться, что, какую именно недвижимость хотите приобрести. Мои сотрудники помогут, конечно же, пришлют много вариантов для того, чтобы был выбор. ну и быстро принимать решение. Тут особо ничего такого больше не посоветуешь. Окей. Для каких покупателей ситуация с 1 января изменится, а для кого нет? То есть, кому вот реально сейчас надо спешить и для кого не надо? Сейчас нужно спешить только тем людям, которые хотят купить жилую недвижимость в таких популярных местах, как Порту, Лиссабон и другие прибрежные зоны Португалии. Что будет происходить с ценами на недвижимость, которая перестанет попадать под программу и что будет с ценами на недвижимость, которая, во-первых, останется в программе и вот, например, отдельно вопросу, был вопрос по островам, по Азорам, по Мадыре. Что ты вообще про это думаешь? Давай на два вопроса разделим. Ничего не произойдет с ценами. То есть, сейчас, как я уже не раз говорил, даже в других интервью, процент сделок по золотым визам в общем количестве сделок по недвижимости по Португалии составляет от 3 до 5%. То есть, можно ожидать коррекцию от 3 до 5%. Не вижу. До сих пор мы продаем очень много на внутреннем рынке и без золотых виз. То есть, эти люди никуда не исчезнут. Поэтому, я не думаю, что будет какая-то серьезная коррекция. Можно ожидать, можно ожидать, что цены на коммерческую недвижимость, так как жила уйдет из программы, так же чуть-чуть повысится. тоже не думаю, что он сильно, но какая-то коррекция, конечно же, будет, потому что жилую уже купить нельзя в популярных районах. Соответственно, будут покупать, те, кто хочет сделать золотую визу, будут покупать коммерческую. А так, я особо не ожидаю каких-то больших изменений. в продолжении тогда все-таки этого вопроса, на какой рынок, на какой сегмент, на какой рынок какого сегмента сейчас, на твой взгляд, стоит обратить внимание и людям, получающим ВНЖ, и тем, кто все-таки видит инвестиционную цель как не последнюю. в общем-то, я не разделяю эти две категории, и ВНЖ, и инвестиционные, и инвестиции, по сути, они связаны друг с другом. Если мы говорим о инвесторах, почему я привел такие вот разные примеры недвижимости? Потому что заработать можно и так, и сяк. Где-то больше рисков, где-то меньше рисков. Но, как я говорю, очень часто нет такого бизнеса, где рисков нет вообще. Мы рисковали, когда принимали решение ездить на международные выставки и с очень ограниченным бюджетом. Очень рисковали. Ну, вышло. Поэтому, куда бы ни вложили ваши деньги, риск определенный будет. Где-то он будет выше, где-то ниже. Сейчас, я считаю, риски ниже, если покупать на начальной стадии строительства, потому что строительный бизнес у нас очень сильно развивается. И даже если рынок, предположим, через год-два немножко осядет, то все равно покупается эта недвижимость по очень хорошим ценам, и как минимум инвестор в проигрыше не будет и заработать чуть-чуть. Если рынок будет расти так же, как и дальше, то инвестор заработает очень даже неплохо. коммерческую недвижимость, если сейчас покупать в этом году даже, и рассчитывать на какой-то рост в следующие годы, это тоже логично. Из-за того, что жилая недвижимость уйдет из золотой вида. Но, в принципе, инвестиции в недвижимость, и я понимаю, что я риелтор, и что мое мнение субъективно, не надо кидаться объявлением все риелторы, как говорят, но рынок в Португалии достаточно стабилен. Нет пока что предпосылок, чтобы цены вот начали пануть. Если даже в прошлом году, как видно, при всех наших проблемах мировых, цены на недвижимость выросли, то, ну, я, честно, я даже пока еще не знаю, что должно произойти сейчас, чтобы они вдруг упали. Но это возможно, я не исключаю это. Это возможно. Но не думаю, что будет обвал, потому что, если будет обвал, честно, лучше тогда не продавать в обвал, они все равно поднимутся. Если не через год, то через два. Если что-то нужно покупать в обвал, я бы в обвал покупал консерв. А, покупать в обвал, да, но я не думаю, что стоит ждать обвала. Вы знаете, самый популярный вопрос во время локдауна, ну что, цены рухнули? Да, 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 да. Да, да, да. Снизу, спрашивай. До сих пор спрашивай. Нет, не руку. Немножко снизились, но очень четко. Вот, ребят, на самом деле, я просто уже для себя вывел такую условную формулу, где все было не очень хорошо и не стабильно до пандемии, вот там определенные проблемы есть. На тех рынках, которые не пользовались сильным спросом, такой вот рынке, где слабый внутренний спрос, где иностранцы ничего не любят, где места, которые совсем-совсем непрестижные. Ну, посмотри, вот я недавно вернулся с Кипра, общался со множеством риелторов и все говорят то же самое. Причем говорят это, они жалуются, что вот золотой паспорт закрыли на Кипре, цены пошли вниз. Сейчас они выше, чем до того, как закрыли программу. Чуть-чуть пострадали, как я понимаю, некогда, некогда и люксовые объекты, которые стоили 2 миллиона, которые дотягивали... И дотягивали, да, рисунок. У нас нету недвижимости, понимаете, я не знаю ни одного здания в Порту или в Лиссабоне, где все квартиры были проданы под золотую визу. Где-то 90%, где-то 10%. Но цены одни и те же и на золотые визы, и не на золотые визы. То есть они были проданы по нормальным рыночным ценам. Поэтому я не вижу как бы причины думать, что цены вдруг по какой-то причине ровнут. Честно. Ну, классическая история, безусловно, все равно все надо проверять, там надо как-то оценивать, надо смотреть своей головой, но объективно то, чего боялись, не понимая, как будет развиваться ситуация последние полтора года, не произошло. И, в общем-то, слава богу, португалиста ушла. Знаешь, один из главных факторов, который я замечаю на протяжении практически всей своей карьеры в недвижимости, большинство моих клиентов становятся моими друзьями. Ну, станьте моим другом. Знаете, я друзей вообще, я вообще никого не обманываю, а друзей так тем более. Отлично. Дамы и господа, Олег Краиля, руководитель компании Amber Star Real Estate, человек, не обманывающий своих друзей и вообще никого. Очень неплохая рекомендация. Спасибо тебе огромное. Господа, хочу напомнить, что на этой неделе на Pre-An.ru совместно с компанией Amber Star Real Estate у нас неделя Португалии. На самом деле, и после этого у нас будет и месяц, и год, и много лет Португалии, но сейчас просто такие особые предложения и есть страничка у нас, я думаю, ссылочку на эту страничку мы сейчас еще дадим. Завтра, послезавтра выйдет материал по итогам, а, кстати, первый материал с Олегом на этой неделе на Pre-An уже вышел, плюс есть конкретные предложения, в том числе те предложения, которые Олег сегодня озвучил, но не все выложено в реальном доступе, поэтому просто обращайтесь напрямую, это самое-самое правильное. Контакты с Олега, вот они есть, они закреплены, но в крайнем случае Амбер, просто запишите Амбер Стар Real Estate Португалия, то есть можно просто написать и меня проконсультировать. Да. Реально все так просто, реально. Ну, я вижу, у меня тут телефон рядом, поэтому я не обещаю, что прям вот всем сегодня отвечу, но у меня есть золотое правило, Фил, знаешь, я скажу заключение, это очень редко, когда я не могу это исполнить, очень редко, но я до до того, как пойти спать, обычно отвечаю на все смс-ки, которые мне написали на WhatsApp, и я не отвечаю всем только тогда, когда во время ответов я просто заснул. Я могу подтвердить это, ты мне сегодня написал в 2 часа 30 минут по московскому. Серьезно? Да, да, да. У нас еще рано было. Да, у вас вообще был детский, у нас 3 часа сейчас разница, да? Нет, пока еще было. ну, детский иду, а, ну, правильно, у нас же... Сейчас 12.41, да. А у нас 14.41. Друзья, спасибо вам огромное, до встречи, и материалы, много чем на Прианру, и сейчас, еще раз повторю, неделя Португалии с компанией Альберстар, Олег Храйлян, спасибо тебе. Спасибо, я не могу просто так уйти, спасибо за приглашение на вебинар, мне действительно всегда очень приятно с тобой общаться, я прямо чувствую такой всплеск эмоций, я иду с удовольствием на работу после нашего общения, я думаю, какой ты молодец, иногда думаю, какой я молодец, вот, поэтому Приан для нас по сути главный портал недвижимости, и где мы реально ощущаем результаты и рекламы, которые мы размещаем на вашем портале, оттуда приходят обычно очень такие квалифицированные клиенты, если можно так сказать, мы закрыли несколько сделок с клиентами, которые зашли с приан.ру, поэтому вам огромное спасибо за проделанную работу. Спасибо, продолжаем, работаем, читайте, и самое главное, у нас очень много чего интересного, кто хочет, успевайте до 1 января, кто не хочет, программа Португалии, в отличие от гражданства Кипра, не закрывается. Экзартамент. До встречи, всем спасибо, до свидания. Пока.